Меня зовут Валерия Берест. Я искусствовед и куратор художественных и выставочных проектов. И мы продолжаем с вами цикл программ «История одной картины». Сегодня мы поговорим о работе «Хоровод» Натальи Гончаровой. Эта картина была создана в 1910 году. Это время невероятных экспериментов в русском искусстве. Во многом они были вдохновлены теми технологическими экспериментами и научными открытиями, которые происходили на рубеже 19 и 20 веков. Художники как будто бы обнаружили, что могут видеть гораздо больше, чем видит их физический глаз. Пожалуй, рентгеновское излучение сыграло огромную роль в их судьбе. Они узнали, что мир значительно, значительно, невероятно глубже, чем видит его человеческий взор. И эта возможность видеть дальше, глубже, объемнее, конечно, отразилась и в искусстве начала 20 века. Это время так называемых измов. Время, когда появляются футуризм, дадаизм, сюрреализм, кубизм и множество новых художественных течений, которые стараются проанализировать окружающий мир через призму новых взглядов. Футуризм воспевал скорость и развитие городов, урбанистический мир, сюрреализм говорил о снах и о психологии, кубизм говорил о трактовке пространства посредством кубических форм. Еще Поль Сезанн в конце 19 века сказал, трактуйте форму посредством куба, шара и пролипипеда. И этому движению следовали в том числе художники начала 20 века. Русские художники невероятно были увлечены открытиями Сезана, Матисса и других французских авторов. И, конечно, опирались прежде всего на свою национальную культуру. Наталья Гончарова еще в начале 20 века говорит о важности русской культуры для ее творчества. Она подчеркивает, что все то, что она заимствует, на самом деле не может быть обозначено как заимствование или плагиат. Если швов нет, значит это мое родное. Она подчеркивает, что в такой трактовке ее искусство впитало и западное искусство, и мировую практику, и даже африканское. По этому поводу даже Илья Зданевич придумал удивительную мифическую историю о том, что якобы в начале 20 века Наталья Гончарова путешествовала по Африке и видела и бенинскую бронзу, и множество разных традиционных скульптур. В работе «Хоровод» 1910 года мы видим влияние совершенно разных культур и практик. С одной стороны, мы понимаем, что те самые тульские крестьянки, которые изображены на картине, очень напоминают скульптуры. И, конечно, здесь невозможно не напомнить о том, что Гончарова начинала свою художественную карьеру как скульптор, а не художник. Но Михаил Ларионов, будущий ее муж, известный художник, подчеркнул, что именно живописи должны быть открыты ее глаза, именно в ней она проявится в большей степени. И после Гончарова начинает создавать живописные полотна. Но вот этот скульптурный взгляд, трактование формы в объеме с ее грубыми линиями будет характерно для Гончарова и позднее. Очень любопытно, что влияние на этой картине ощущается и со стороны русской иконы. Еще в начале 20 века, в 904 году происходит новое открытие русской иконы, а точнее ее цвета. В 1904 году настоятель Троицы Серговой Лавры инициирует реставрацию иконы Андрея Рублева «Троица». Открываются новые слои и вдруг обнаруживается, что русская икона обладает невероятным, потрясающим, ярким светом. Уже через 5-7 лет об этом свете будет говорить все западное искусство. И Андрей Матис, который посетит Москву в 1911 году, будет неоднократно подчеркивать, что именно русская икона легла в основу его фавистских исканий. Но Наталья Гончарова, как и другие русские художники, невероятно увлечена русской иконой. И этот цвет и невероятные их сочетания прослеживаются и в работе 1910 года «Хоровод». Но что еще могло повлиять на ее творчество? Стама Гончарова неоднократно подчеркивала, что в основе ее языка лежат и скульптурные бабы, и стуканы, которые принадлежали скифской культуре. Первое десятилетие 20 века многие художники, как французские, так и русские, интересуются этой культурой. И именно эти скифские бабы и лежат в основе хоровода 1910 года Натальи Гончаровой. Мы видим, как будто бы в динамике движущийся хоровод, но при этом обнаруживаем и некоторую скованность движений. На что еще стоит обратить внимание в этой работе? Посмотрите, какие грубые руки, какие грубые ноги изображает Наталья Гончарова у своих моделей. Это не совсем отсылка к конкретным моделям. Это некий типаж, это подчеркивание их невероятной связи с землей. Для русского крестьянства, а Наталья Гончарова провела большую часть своего детства именно в деревне и хорошо знала эту культуру изнутри, характерны как раз такие отсылки к земле. Все связано с природой, все из нее произрастает и к ней же возвращается. И эта связь природы показана у Гончаровой через плотно стоящие фигуры. Они как будто бы врастают в землю на картине. Искусство полно смыслов и контекстов, и каждый сможет их раскрыть. И поможет вам в этом программа «История одной картины».